Евангелие от Марка, глава девятая Гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу, Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи тебе одну, Моисею одну и одну Ильи, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел голос, глаголющий, Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте. И, внезапно посмотревшего круг, никого больше с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде? Он сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Татчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил у книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, искрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал, о род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне. И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. И Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им, этот род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. И вышедши оттуда проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто об этом узнал. Ибо учил учеников своих и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не понимали сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем эта дорога, и вы рассуждали между собою? Они молчали. Потому что дорогою рассуждали между собою кто больше. И Сев призвал двенадцать и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня. При этом Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. И Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы, Христовы, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых всех верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе, увеченному, войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженному в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает. Соль — добрая вещь. Но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...